Здравствуйте, дорогие и горячие В течение последней недели машина игровой индустрии разошлась во всю мощь, поэтому сегодня мы порадуем вас самыми интересными и веселыми новостями. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Конец истории Геральта, Overwatch, двигатель порноиндустрии, рождение новой цивилизации, мечта геймера за 600 долларов, комик-кон и гейм-экспо уже в Питере, а также множество других новостей буквально через несколько секунд. Итак, самая радостная и при этом самая грустная новость в этом выпуске. 31 мая в мир выходит новое дополнение третьего Ведьмака под названием «Кровь и вино». Как сообщили наши любимые разработчики, это будет последняя глава в путешествиях легендарного Геральта из Ривии. Но не стоит расстраиваться. В новом грандиозном обновлении будет более 40 часов чистого геймплея. Нам дадут 90 квестов, кучу новых интересных точек, пару гор брони и оружия, несколько самосвалов монстров и мутаций, целых 14 тысяч строк сценария, что на 9 тысяч больше, чем в последнем дополнении «Каменные сердца». Ну и, конечно, самая крутая фишка – динамическая система изменения численности противников. Например, вы убили отряд солдат в одном лагере. На локации таких лагерей, допустим, около 5. Соответственно, общая численность понизится, и при захвате следующего будет не 10 противников, а 8. Как-то так. Однако, опять же говорим, не стоит расстраиваться. 40 часов – это очень много. А если начать проходить Ведьмака с самого начала, и причем на большой сложности, то суммарно у вас выйдет больше 300 часов и геймплея. Так что, поверьте, скучать не придется. 2K и Phyrexis Game решили отметить 25-летие серии цивилизаций очень экстравагантно, выпустив новую, шестую часть. По словам разработчиков, новая часть игры выведет жанр глобальных стратегий на новый уровень. В новой игре нам уже пообещали улучшить систему постройки города, а также технологическое и культурное развитие, а искусственный интеллект поднять на новый уровень. Итак, давайте подробнее обсудим, что припасли для нас разработчики. Во-первых, новая система развития городов и исследования местности. Теперь, при повышении уровня города, он будет расползаться по карте, как масло на сковородке. Так что, можно заранее продумать, где и как его лучше строить, дабы охватить больше ресурсов и возможностей. Во-вторых, усовершенствованная система дипломатии и военного дела. Вместо тупых ботов с двумя-тремя возможными вариантами, нам обещают предоставить отличный искусственный интеллект. Также, по продвижению в истории, дипломатия будет совершенствоваться, и вместо войны или мира, будут появляться другие варианты развития отношений. Насчет войск тоже переосмыслили. Теперь можно одинаковых юнитов объединять в одну армию, тем самым давая ей большую маневренность и мощь. Есть еще несколько небольших улучшений, но они настолько маленькие и незначительные, что рядовой игрок их даже не заметит. Новая веха в истории человечества выйдет 21 октября этого года. Как говорится, спрос рождает предложение. Недавно полмира рубилось в ОБТ нового детища метелицы под названием Overwatch. Притом так яростно рубилось, что это даже на Порнхабе заметили. По статистике, с выходом игры в открытый доступ, количество запросов на Overwatch или Overwatch Tracer выросли на 813%. Они уже составили топ-3 самых популярных запросов, а именно Overwatch Tracer, Overwatch Porn и Overwatch Hentai. Мы без понятия, как это удается разработчикам, но, как видите, ребятки точно знают толк в создании сексапильных персонажей. Также разработчики сообщили, что в открытом бета-тесте приняло участие 9 миллионов 700 тысяч человек. Всего было проведено порядка 81 миллиона часов в игре и состоялось 37 миллионов боев. Это делает Overwatch самым крупным открытым бета-тестированием для Blizzard. Ну и мы напоминаем вам, что игра поступит в продажу 24 мая на игровых приставках PlayStation 4, Xbox One, а также на ПК. И от эротики мультяшной к эротике в виртуальной реальности 4К. Компания Nvidia представила свою самую мощную и современную видеокарту. Имя этому зверю GTX 1080. Причем придет он не один, а со своим младшим братом по имени GTX 1070. Давайте же попробуем выяснить, что это за зверь заморский и с чем его едят. Для начала стоит знать, что по производительности он обходит Титан почти в два раза. В тесте Ведьмака 3 было замечено, что прирост производительности в сравнении с 980 был почти в три раза выше. То есть имея стабильных 60 кадров на ультрах, мы получили в три раза больше. То есть по идее можно играть в Ведьмака в 4К, находясь в виртуальной реальности, и спокойно рендерить видосик, ну и парочку видео на ютюбе смотреть. Стоимость GTX 1070 составит 370 долларов, или в переводе на наши рубли 25 тысяч рублей. Но это официальная цена, и ценник мы думаем будет повыше 1000 на 1015. А вот GTX 1080 будет стоить 599 долларов, что в переводе на наши деревянные около 40 тысяч рублей. Релиз GTX 1080 ожидается уже 27 мая, в то время как GTX 1070 должна появиться в продаже 10 июня. Интересно, что бюджет исследований и разработки в общей сумме составил несколько миллиардов долларов. Кстати, проводился тест не только на Ведьмаке, но и на недавно вышедшем Doom. Как оказалось, при Full HD разрешении и включенной вертикальной синхронизации, количество кадров застыло на стандартной отметке в 60 кадров. Однако, отключив синхронизацию, количество FPS увеличилось до 250, что привело к огромному количеству багов и гличей. По словам разработчиков, они не ожидали такой мощи и не были готовы к такому повороту. С 21 по 22 мая в Питере пройдет Комик-кон. Как вам всем известно, Комик-кон это некая мека для любителей комиксов, фантастики, аниме и тому подобного. Явление это очень популярно, и сходив туда, вы точно получите огромный заряд эмоций и веселья. В программе Комик-кон Санкт-Петербург намечается красочное шоу и конкурсы с косплеями, встречи с любимыми актерами, фотограф-сессии самых крутых писателей и художников. Ну и, конечно, отдельное место там уделили играм. Параллельно будет проходить замечательный гейм-экспо. Его посетителей ожидают стенды монстров игрового мира, производителей и разработчиков игр для ПК, консольных игр и мобильных приложений. Для любителей редкости приготовлены ретро-игры, советские игровые автоматы, первоигровые приставки и авторские игры. Ну и, конечно, куча конкурсов. Возможность пообщаться с разработчиками и поиграть в последние новинки или еще не в вышедшие игрульки. На арене СКК будут созданы фантастические декорации тематических стендов по мотивам фильмов, сериалов, комиксов, а также компьютерных и даже настольных карточных игр. Вы сможете попасть в гости к персонажам любимых фильмов и книг, познакомиться с Бэтменом и Суперменом, спасти мир от гнева Дарта Вейдера, сразиться с Саб-Зиро и восхититься красотой Лары Крофт. Так что, если вы еще не заросли мхом, ну или чувствуете, что скоро зарастете, то быстренько пошли покупать билеты. Комик-кон и гейм-экспо – это двойной повод оказаться в пространстве новых эмоций, ярких образов и увлекательных историй. Ждем вас всех по адресу СКК Петербургский, проспект Юрия Гагарина, дом 8. Развлечемся по полной. Помните, как пару месяцев назад Роскомнадзор мальца поехал крышей и начал вводить очень странные ограничения с идиотскими законами? Так вот, буквально пару дней назад председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксонов заявил, что хочет ввести патенты для людей, которые получают доход от размещения рекламы в видео и блогах. Зачем, спросите вы? А вот по его словам, сектор видеоблогинга является неким черным рынком, в котором стримеры и блогеры путем мошенничества зарабатывают деньги. Так что, если ведут этот законопроект, все блогеры, стримеры и блогеры должны будут пойти в федеральную налоговую службу, встать на учет и, соответственно, платить налог. Если вы еще не поняли, что мы вам сказали, то сейчас все объясним. На данный момент никакого налога люди, зарабатывающие в интернете, не платят. Все проходит по безналу или электронной валюте. Так что, государство не имеет с этого ни копейки. После того, как этот закон вступит в силу, люди, решившие зарабатывать в интернете, должны будут пойти и ставить на учет, и, конечно же, отчислять налоги государству. Вот если бы с этих налогов деньги шли не в карман очередному депутату, а на постройку больниц, школ или, мать их, дорог, да черт с ними, я бы и лично платил. Но, зная нашу страну, ждать этого не приходится. Последние пару дней в сети активно ходят слухи о новом Saints Row. Все началось после того, как компания Evolution, мать хаоса, безумия и фиолетового цвета, зарегистрировала торговую марку Agents of Mayhem. А один из актеров, работающий над анимацией и моушн-капчером, внес изменения в своем резюме, вписав туда эту игру. Так что ждем в ближайшее время полноценный анонс игры. Новая эта часть или нет, неизвестно. Однако, зная этих ребят, это точно будет что-то безумно крутое и красочное. Еще один слушок сообщает, что на E3 будет показано продолжение Watch Dogs. Судя по сфитой информации из Ubisoft, действия игры будут происходить в Сан-Франциско, а главный герой будет то ли азиатом, то ли черт поймите. Ну а релиз игры планируют на 31 марта 2017 года. Ну и приятная новость напоследок. Уже скоро, а именно 11 ноября 2016 года, выйдет вторая часть любимой всеми Dishonored. А еще на E3 2016 покажут первый геймплейный трейлер и раскроют сюжет будущей игры. Презентация запланирована на 13 июня в 5 часов утра по Москве. Ну и на этом у нас все. Пишите в комментарии, пойдете ли вы на Комик-Кон и Гейм-Экспо. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Ну и самое главное, это любите и играйте в игры. Ведь мы геймеры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok